Прошлогодний случай всплыл на поверхность только на днях. В 2015 году мужчина нанес травмы доктору, работающему в травмпункте Начкалова. Дебошир оказался недоволен диагнозом, поставленным его жене. Вместо предполагаемого перелома ноги, врач, сделав рентген, обнаружил лишь растяжение. Казалось бы, все должны остаться довольны, курс лечения назначен, первая помощь оказана. Но пьяное состояние посетителя травмпункта подтолкнуло его к тому, чтобы начать выяснение отношений. Виновник происшествие по сей день остается ненаказанным. В данный момент, по словам рязанцев, ситуация в этом медицинском учреждении спокойная. Люди не пытаются попасть к врачам без очереди, и даже выпившие граждане ведут себя прилично. Все спокойно. Все спокойно. Никаких? Не знаю, такого не видел. Нет, нет, нет. Все тихо, спокойно. Сейчас адекватно себя пациенты ведут. Однажды я давным-давно, годик назад был в травмпункте и обратил внимание, что у них там внутри кабинетов ремонт, а снаружи очень все страшно выглядит. Я спросил, а почему же вы себе сделали ремонт, а снаружи так плохо? Они говорят, а для кого там делать? Вы видели, какой у нас контингент здесь приходит? Вот только что, за пять минут милицию вызывали. То есть, ну, доктора, со слов докторов самих, здесь беспорядки случаются периодически. Сами доктора травмпункта, увидев, что наша съемочная группа проводит опрос граждан, выразили по этому поводу недовольство, пытаясь запретить съемку. Но в ходе диалога они все же не стали отрицать, что обстановка в учреждении сейчас бывает напряженной. Вы не имеете право снимать? Ну, мы же не внутри снимаем. Мы вот здесь вот подходили и спрашивали просто людей. Спокойная обстановка или неспокойная у вас здесь? Все говорят обороты. Нет, у нас война началась. Положительный сюжет, наоборот. Что касается контингента, в травмпункте он бывает разнообразным. Выпившие пациенты нередкость для этого места. Врачам приходится работать и с такими людьми, что совершенно небезопасно для медиков. Но хуже пьяных граждан скорее могут быть только наркоманы. 28 июня этого года на одном из выездов скорой помощи медики столкнулись именно с таким персонажем. Мать молодого человека, страдающего от наркотической зависимости, вызвала домой скорую, посчитав, что врачи могут помочь ее сыну. Он требовал сделать укол препарата с содержанием наркотического средства. Медики ему в этом отказали. После этого от молодого человека последовали прямые угрозы. Он обещал убить докторов. Одновременно с этим требовал деньги у матери на наркотики. Ситуация накалялась. Взволнованный пациент вскочил с дивана, схватил гантелю и нанес ей удар прямо в лицо доктора скорой помощи. На сегодняшний день врачу была проведена сложнейшая операция с привлечением хирурга из Москвы. Нападавший же молодой человек находится под подпиской о невыезде. От рук нетрезвых людей страдают не только медики. Простые граждане на улице тоже не застрахованы от инцидента. По словам очевидцев, в этот понедельник на площади Свободы на пешеходном переходе выпившие мужчины лет 40 и женщины лет 30. Переходя дорогу, устроили потасовку с водителем одной из машин. Автомобиль двигался по переходу, когда молодые люди решили перейти дорогу. Им не понравилось, что машина не остановилась, не пропустила их. Машина двигалась медленно и пара начала бить кулаками по кузову. Девушка перегородила дорогу, встав перед автомобилем, после чего он остановился. Из него вышел пожилой мужчина лет 80. Через какое-то время также медленно вышла из машины бабушка, тоже пожилая женщина. А они нападали на этих людей? Нападали, они ругались, нецензурно нападали, требовали деньги, скандалили, хотели вызвать милицию, если они не дадут денег. И вышла бабушка и сказала, что вы извините, мы возможно, возможно, мы вас не увидели, возможно, мы нарушили, мы заплатим штраф, если полагается. Но вы нас отпустите, мы не так часто ездим на машине, мы ездим по мере необходимости. Да, вот мы уже пожилые люди, вы нас оставьте, пожалуйста, отпустите нас. Люди не отпускали. Никакие доводы не помогали. Машина проехала дальше, в принципе, ничего не было. И если бы даже из машины вышел не мужчина 80 лет, а если бы из машины вышел мужик, которому лет 40-45, я думаю, что по-другому ситуация была бы. И по-другому немножко эти выпившие люди, мужчины и девушки, себя ввели. За пожилую пару заступились прохожие и через некоторое время нападавшие все же оставили автомобилистов в покое. Никто серьезно не пострадал. Вывод напрашивается только один. Если граждане выпивают, им необходимо стараться вести себя прилично, уважать окружающих и применять свою силу в мирных целях. Ведь от рук пьяных дебоширов порой могут пострадать ни в чем не повинные люди, у которых есть свои дела, свои семьи, своя работа.